День с преподобным поэсием-святогорцем. Мероприятие под таким названием состоялось в Троице-Сергиевой Лавре в Московской Духовной Академии. Духовная встреча была посвящена столетию со дня рождения преподобного поэси-святогорца. Юбилейная дата отмечается в этом году. Сюжет Галины Ледвиной. День с преподобным поэсием-святогорцем. Мероприятие, посвященное одному из самых почитаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX века, монаху Святой Горы Афон. Встреча началась с пения тропаря святому. В год столетия со дня рождения преподобного поэси и 30-летия его ухода в вечность в Духовной Академии говорили о наследии старца, широко почитаемого и в России. Мы проводим особые мероприятия, посвященные святому поэсию-святогорцу, его наследию духовному. И вот сегодня в Московской Духовной Академии мы как раз собрались для того, чтобы вспомнить духовное наставление, духовные уроки святого поэси-святогорца, вспомнить его жизненный путь и вообще поговорить о его уникальности как святого. Потому что святой поэси-святогорец, хотя он жил фактически в наше время, в нашу эпоху, но по своему духовному уровню он повторяет древнейших святых. Были показаны редкие видеоматериалы о преподобном поэси-афонском. Отмечен удивительный феномен старца. Простой монах, окончивший начальную школу, был советчиком ученых с мировыми именами. А скетопустынник, он находил ключ к сердцам зависимых молодых людей. Подвижник, никогда не имевший семьи, оставил мудрые наставления современным родителям. Все наставления старца отличались простотой и были наполнены любовью к людям. Многие изданы на русском языке. Одни из самых первых и известных – так называемые «белые книги». Огромная роль в переводе текстов принадлежит православной писательнице Наталье Сухининой. Работая над этими книгами, я понемножечку, по чуть-чуть постигала эту удивительную мудрость, эту удивительную простоту и удивительную радость любви к людям. Вот ту самую, о которой мы очень много говорим, но очень трудно это все достигается. И я поняла, что старец, он настолько прост, он настолько велик одновременно. И для меня это было очень большой радостью. На встрече выступили почитатели греческого святого, среди которых известные богословы и ученые, преподаватели Духовной академии и ведущих российских университетов. Ученый-богослов Алексей Ильич Осипов подчеркнул, что все свои дарования подвижник получил по своему смирению, стяжав благодать Святаго Духа. Прозвучал ряд выступлений. Дух нового поколения в трудах преподобного Паисия Святогорца. Преподобный Паисия о воспитании добрых помыслов. Святой Паисий Святогорец, он особое внимание уделял возделыванию добрых помыслов. Обычно мы очень легко скатываемся к осуждению, впадаем в раздражение, вспыльчивость. И часто сидим в каком-то негативе. И вот Святой Паисий Святогорец говорит, что нужно специально работать, чтобы возделывать в себе добрые помыслы, чтобы наша душа не превращалась в фабрику злых мыслей, а наоборот, научиться он даже использовал. Именно он употребил такое выражение, что душа христианина должна стать фабрикой добрых помыслов. Увидел человека, постарайся найти в нем что-то прекрасное, рассмотреть в нем образ Божий. Если у тебя случились какие-то неприятности, то пойми, что это по промыслу Божию Господь тебе попустил для твоего духовного преуспения. Прозвучали свидетельства участников международных студенческих экспедиций «Реконструкция жизни преподобного Паисия Святогорца». Уникальный духовный проект помог молодежи лично прикоснуться к подвигам святого старца, посетить места, связанные с его жизнью, такие как остров Керкера и малую родину старца город Коницу, где молодому юноше, будущему преподобному Паисию, в маленькой церквушке было явление Христа. Цель была приобщиться к наследию Паисия Святогорца, общаясь с людьми, которые знали его лично. И когда ты попадаешь в мир святого, где все осталось как прежде, просто он почил, ты начинаешь ощущать, что да, связь неба и земли существует, и она гораздо явна, более явна, чем ты мог себе даже предположить. Потому что обычно мы читаем про святых, которые давным-давно уже почили, а здесь это было недавно. Этот мир существует, все материальная культура существует, рубанок, стол, вот где дом, вот они, люди, которые с Паисием Святогорцем дружили, общались. Это меняет сознание. В этот день для участников встречи было также организовано посещение Архандарика преподобного Паисия Святогорца. На выставке собраны личные вещи святого, переданные его родственниками из конницы в Россию. Представлена реконструкция его кельи, а также галерея икон преподобного Паисия. Написаны они афонскими иконописцами, лично знавшими святого старца. Продолжение следует...